Субтитры делал DimaTorzok Струнный характер морской дали, вот такой, набираешь. Есть у нас глянцевые куски, глянцевые, бирюзовые, глянцевые, вот такие, вот такие, вот они. Есть у нас конструктивные кусочки темностей, белильностей над ними. От середины, посмотришь, вот прямо на середину попадает. Значит, вот это место, вот эта пеночка у нас на середине. За ней площадка лежачего, ровного. Сама эта укладочка немножечко вот с такой, с таким настроением. То есть за ней лежачка, а она с вертикальными настроениями. На переднем плане тоже насаждаешь вот это настроение, вертикальное. Усаживаешь лежачую плоскость, то есть разбиваешь на вертикали и горизонтали. Можно вот так сбрить, может даже этот плоскуток еще пригодится, который мы сбрели. И насадить так, чтобы не мешало одно другому. Чуть-чуть сочвяком, создавая эту идею вертикали. Достаточно... А, ну да, широко есть. Может быть, вот этот подъем показать. Потому что есть там, как бы, уходящий в перспективу закругленный эффект, да? Вот он прям как будто уходит в перспективу. Да, он как-то уходит в перспективу. Здесь обязательно показать идею лодочки. Лодочки. И от нее вот эти зубчики. Вот эти зубчики. Подзбрить. Взять сининку. Сначала посадить теневой цвет. Теневой. У пены. Потом световой. Тоже можете подзбрить. Чтобы нижняя краска не перемешивалась. И засадить световой цвет. Вытирая в тряпку. Вытирая в тряпку. Соединить касание. Вот такое что-то. Хорошо? Угу. Здесь у нас вот это настроение. Создать его. Создать это настроение. Если красиво получилось, не обязательно добиваться того, что есть на фотографии. Потому что здесь морковина такая некрасивая. Пускай будет что-то красивое. Не надо гоняться за вот этим вот конусом. Вот такое. Вот такое. Чтобы более... Да. Давай. Но слишком много тонких полосочек. И не хватает широких. Вот стоит здесь положить широкие. И сразу преобразиться в еси. Страшно же. Так. Такая музыка у нас сегодня. Что-то одна. Может, тише. Кто знает, может быть, где музыку найти? Краснелица. Цвет света. Цвет оранжевит. Поэтому вот эти большие куски света. Большие освещенные пятна этих. Пусть будут немножечко с красненочкой. Смотри, как не хватало крупных островов. Потому что так все разумненько. Не хватало крупных островочечков. Ты согласен? Угу. Там я, мне кажется, не пытаюсь, что это может. Тоже мне это не плоско. А вот какими-то такими конусами, что ли. Правильно мыслишь. Значит, чуть-чуть создать вот эти конусы. Создать их. Вот они. Смотри. Появился. Вот здесь конус. Вот здесь, да? Ты видела способ? А теперь уже по конусам чуть-чуть дополняешь. Уже подразумевая вот эти конусы дополняешь. Вот этого не хватало. Правда? Очень не хватало. Вот этого. Вот этой закругленности не хватало. Потом сбриваем. Берем синенький цвет. Цвет теневой. Можно даже чуть-чуть с розовиночкой. У меня вопрос. Здесь волна, она идет в принципе сюда. А у нас здесь немножко геометрия, мне кажется, нарушена. Все-таки ее... Как вы видите, она может здесь и так, а сюда развернуться. Что-то очень сложно. Подожди. Давай лучше посмотрим. Как свет-тень себя чувствует. Это тень. Белый в тени в солнечный день. Синит и сиреневит. Ты сюда что-то выдавливал уже, да? А, ясно. Долубое вызывало. Здесь должен был быть ультрамаринчик. Значит, чуть-чуть с сиреневинкой. Этот цвет тени, белый в тени. А этот цвет белого на свету. Вот оно движение, которым это стоит упаковать. Падательное, то есть полосатое по вертикали. Вкусненько? Есть ощущение падания, да? Есть. Можешь вспомогать вот так. И опять же создавать. Ты понимаешь? Мера вещества небольшая. Не очень густо работаешь с этим. Мне кажется, что вон она так можно немножко развернуть. Наоборот, влево. Она сейчас у нас вправо ушла. Может быть, ее влево развернуть? Вот все-таки. Если она здесь поднялась. Слушай, ну если ты это видишь, так и разверни. Вот смотри. Смотри. Вот она развернулась уже. Ну вот, вот ее поджало. Вот здесь темно. Вот здесь. Вот эти же штучки здесь находятся в тени. Согласны? Смотри. Этот же белый здесь в тени. Единственное, что это и ультрамарин должно было выдавить на это место. И здесь уместнее будет ультрамарин. Либо к ФЦ добавляй розовый. Вот они, наши островочечки. А ниже тени. А ниже на свету. Кого? Лучше потом тоненькие дашь. Смотри. Ты можешь еще сделать вот такие вырезания. Вырезания. У тебя еще обогатиться. То есть тоненькую линию провести красиво вот в этих обстоятельствах будет непросто. Вырезать будет более эффектно и более красиво. Ну и белый с краснотой. Ты помнишь, да? С красниночкой. У нас вот здесь. И всюду лодочный характер укладки. Лодочный в том смысле, что вот такими. Вот такими звучаниями. Хорошо? А здесь потом возьмешь и... Все-таки, давай, несколько продолжает характер лежачего. Плюс вот эти темноты периодически подбивают пену. Коричневый. Голубой. Желтый. Чуть-чуть вот эта чернота подбивает. Белизна не сюда пошла, а все-таки продолжает, примерно продолжает вот это движение. Согласен? То есть, вся волна вот туда ушла. Вот туда. И от нее туда пошло. То есть, хороший ход здесь. Обязательно черноты насадить вот сюда. Смотри, как они сразу вытащили на передний план. Вот, и хочу тебе вот еще раз, поскольку мы столкнулись с этой проблемой, посоветовать наращивать кругозор не в фотографиях, а в живописи. Смотреть, что выбирает для себя живопись, не все подряд. То есть, есть фотографии, с которыми живопись едва-едва может справиться. Так зачем нам брать такой материал, где даже взрослые художники не станут связываться. Несмотря на то, что там очень миленькие фоточки, но они не для нас. Вот это куча краски, это никакого отношения к этому не имеет. Ну, просто густой кусок краски ни о чем. То есть, слишком густой и слишком неконструктивный. Поэтому там, где эта конструкция не произошла, и густоте нечего делать. Ладно? А как мне вот наложить, тут немножко пена вот засвечена, да? Это вот мне сейчас более... Сначала свет, свет раздала, потом взяла белильца и усадила. Да, покончу, да? Да. Рыхло. И добивай. Коричневый. Чтобы вот рыхленько. Она тоже помогала. Лежачей кистью. Да? Усадить. Потому что мастихином не получалось все. Да, да, естественно, все не может. Здесь уже кисти. Хорошо? А мастихинчик пригодится вот в таких местах. Вот в таких. Да? Угу. Вот в таких. Даже теневые можно вот так подгрузить туда. Еще один. Плоскоп белого. А еще, смотри. Там прямо подрезано белым. А еще подрезано черным. Чернявым. Что-то ты пожалела вот этого контраста. А как он хорош. Пожалела черного контраста. Что-то будет так темно-темно. Не-не-не. Плоскоп. Это не темно. Куда же ты так светлая работа? Что там темно? Можно с охрянной теплотой зайти вот сюда. Солнечность прибавилась. Появился оранжевый, появилась солнечность. Почувствовала? Да. Молодец. Появилась солнечность. Смотри, я вперемешку. Одни, вторые, третьи мазочки. Вперемешечку. А появилась солнечность сразу. Вот эту срос шесть чуть-чуть показать. А вы знаете, я еще как показать, я не понимаю. Вот она вроде как теневая, но волна уже загнулась, и она уже вот здесь тоже валяется. Смотри. Чуть-чуть, чуть-чуть. Угу. Чуть-чуть фактуркой здесь тюкнуть. Так, белица. Вот этот нырок обязательно показать. Смотри, какой он там агрессивненький. Есть, да? То есть он создал, во-первых, он продолжил идею вот этого направления, да? Сюда тоже они пошли, пошли, пошли. Мелкой порцией такой. Оттуда белизна вываливается. Есть такое, да? Вот эту белизну насадить. Вместе с плоскостью лежачий, за ним. Есть там такое? Правда? Да, есть такое. Стена сразу появилась, да? Стена теневая. Ну и подыграть там чуть-чуть. Ты согласен? А, ты хорошенько. А, ты хорошенько. Смотри, в картине появляется солнце. Правда? Ну да. Так же, как вот этот оранжевый, да? Да, там оранжевый. Здесь тоже с оранжевизной было. То есть красный здесь тоже присутствовал. Они сразу дают вот эти замечательные эффекты. Набрасываешь крылом. Там крыла нет. Но перистые облака очень любят... Нет, там есть крыло. Вот такое вот. Уходящее в темный. Очень любят вот это крылатое состояние. Поэтому его... Ну, как некое крыло. Поэтому его именно крылом. Даже если там не видишь крыла, то лучше подсунуть с крылом. Теперь еще и темненьких. Синих-синих. Это я слишком перерозовел. Главное, чтобы была идея крыла. А вот здесь мне добавить? Да, там бирюза. Очень здорово сидит бирюза. Разбелишь деликатно, чистенько. Загонишь ее. Ну, там небесно-голубой, а не бирюза. Ну, у меня нету небесно-голубой. Но есть бирюзовенький цветечек. И он тоже часто там уместен. Можно чуть-чуть с голубилкой. Небо часто зеленит вдоль линии горизонта. И розовость облаков. И они вместе тут сыграют партию. Ну, партию подвигаем. Ну, супер. Ну, мощага. Так, смотри, у нас вот здесь подходит прямо к линии. Правда? Причем вот по этой траектории шло и споткнулось. Есть такое, да? Так же, как и здесь. Только здесь валика, там пена по краю. Поэтому обозначим это. Одно другого, даже по направлению мазка сразу взяло и отделило. Правда? Я не знаю, что с этим мазком. Так. Гриллами не пользуешься? Тоже степлиночкой чуть-чуть. Ну, молодец. Слушай, если ты такими шагами... Вообще, раз у тебя так складывается с морем, я бы на твоем месте застрял бы на морском пейзаже. Я тоже застрял бы. Вот-вот-вот. Выше 2, там в 1. Ну, именно с выбором тем. Потому что вот там, где есть что полепить, нас устраивает. Там, где нечего лепить, вот как то, что ты поприносила. Где просто нужно педантично сидеть, прорисовывать. Ну, просто все вырисовывать. Такое нас не устраивает. Нас устраивает там, где можно мощненько полепить. Потому что вот там сейчас на кухне работает девочка, которая вцепилась в свое время в цветочки и так поднаторела ровно, говорит, вы же сказали 10 сеансов. Да, я как раз на 10 сеансов. Будут только цветочки. В итоге у нее шикарные цветочки. Если хочешь, можешь попросить у нее там, чтобы она тебе показала фотографии. Вот. Потому что вцепилась в одну и ту же тему. Она успела приобрести навыки. Это всех касается, кстати. Успеть приобрести навык не просто расширить кругозор в живописи, но и приобрести навык очень важное дело. Я тоже не стараюсь разная навыка. Только берешь другую тему, где не используются эти приемы, которым нужно навыкнуть, все, уже забыл предыдущую. точно так же, как с очтением стихов. Можно выучить, а можно просто прочитать и помнить, как сюжет. так, хорошо. Может быть, чуть-чуть угомонить эту стрелу. Так. 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 Потом, если что, кисточкой деликатенько вот эту часть Ну, хорошо, что ты уже знаешь идеи композиции Это очень хорошо Вот здесь вместо вот этих червей Чвяк, чвяк, чирк и чвяк Вплоть до того, что берешь дополнительные Тональности Но чирк и чвяк Вместо полосочек вот этих Это очень актуально Эти полосочки не из мастихиновой живописи Ну, подожди Вот здесь, смотри, какой травяной цвет И солнечно Помнишь, мы уже один раз столкнулись С тем, что делает картину солнечной Здесь пены объединяются Единое пятно Ну, давай Скажите, а не можно хоть здесь вот Слишком острая линия Согласны? Согласны? Пространство чуть-чуть Загнать Так Ну, хорошо Молодец Чи-чи Чи-чуть напряженности Краски Чи-чуть этой напряженности Не то, чтобы везде Но так, чуть-чуть Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok